Доклад «Как провести цифровую трансформацию» Boogame Lev, компания Boogame Digital. Очень приятно, что этот доклад делает человек, который имеет достаточно большой опыт руководящей должности на предприятии в реальном секторе экономики. И вот здесь, я думаю, что здесь доклад будет не теоретический. Спасибо. Да. Я… Слышно меня, нет? Да. Значит, я являюсь в первую очередь, конечно, практиком. С математическими корнями, но практиком. Значит, предыдущему оратору хочу напомнить, что если сексом заниматься больше двух часов, то корни должны. Значит, возьмите на заметку. Значит, вначале расскажу немножко о предпосылках вообще той системы, о которой я буду рассказывать. То есть не надо интерпретировать то, что я буду рассказывать, как какой-то программный продукт, который на дискетке можно установить и получить чудо. Нет, это новый подход, который, если вы внедрите у себя, вы получите, с одной стороны, первично для принятия решений о внедрении, переборете все много психологических проблем, а с другой стороны, если решитесь на это, получите много пользы, которую я дальше объясню, о чем идет речь. Ну вот есть закон Мартека такой, который технология развивается экспоненциально быстро, в то время как организация развивается логарифмически медленно. Вот на слуху у всех многие слова-паразиты, такие как прорыв цифровой и так далее и тому подобное, но по методам, которые сейчас активно позиционируются, и в том числе, по которым мы сегодня предлагаем идти, продвигая какие-то частные решения, решения мелких практических задач на любом из предприятий, мы так или иначе нарвемся на то, что никакого прорыва это не будет, либо он будет длиться десятками лет, либо вообще эта цель становится недостижимой. И это все превратится, конечно, в надрыв, чего не очень хочется. Значит, что такое цифровая трансформация и зачем это нужно? Перед тем, как я буду отклоняться от слайдов, слайды читайте, там тоже интересная информация, я немножко за слайдами буду говорить. В современном мире есть несколько течений, которые, возможно, сложно принять, сложно их увидеть, сложно в них поверить, но поверьте мне, на практике более 20 лет построения разных систем автоматизации разного уровня. У меня был опыт построения систем автоматизации для телекоммунционных структур, для автоматизации ЖКХ по всей стране, причем городами, областями это делалось, и автоматизации производства полного цикла, что, собственно, мы и сейчас продолжаем делать в виде решения более 10 лет. Значит, какие основные есть проблемы, которые у нас существуют? Это то, что знания больше не нужны. Вот на сегодняшний момент никакие знания, которые вам впихивают в школе или стараются как можно больше книжек вас впихнуть или еще что-то становится, не нужны с точки зрения принятия решения, потому что эти знания вы можете получить в любом своем смартфоне, задав вопрос. Либо задав вопрос кому-то еще, у кого есть смартфон. Значит, эти знания в электронном виде уже накоплены настолько, что если их саппроксимировать, однозначно попадешь на правильное решение. Ну, это проблематика вообще общая по образованию у нас и в стране в частности, да? То, что мы до сих пор делаем узких специалистов, а узкие специалисты никому не нужны. Второе. Это навыки. Навыки, безусловно, на сегодняшний момент нужны. Навыки, лайфхаки, их называют умения. Но они трансформируются в автоматизацию и роботизацию по мере того, как это станет возможно и по мере того, как люди способны будут это отфинансировать. Документы. Мы обсуждаем документы, документы оборот, печатные формы и так далее. А нет больше документов, они не нужны. Есть данные, и из этих данных вы всегда можете сформировать любой документ, любой формы. Документ нужен тогда, когда есть интерфейс в виде человека, который на основе распечатанного документа примет какое-то решение, и документ призван сделать так, чтобы человеку было очень удобно и быстро принять это решение. В мире, где есть большие данные, разграничивать данные какими-то палочками, делать жирненьким, побольше шрифт, это нецелесообразно, потому что система и так знает, где что лежит, и может сравнить, что больше, что меньше, и сделать какие-то выводы. Коммуникация. Все мы знаем, что если в 90-х годах мы друг другу еще звонили по телефону, долго общались хотя бы на празднике, поздравляли кого-то, то кто когда последний раз звонил кому на Новый год? Ну максимум, наверное, отправлял сообщение уже. Это говорит о том, что коммуникация, она умирает и в ближайшее время совсем умрет. То есть она полностью умрет тогда, когда будут нейроинтерфейсы и прочие вещи. До этого времени она будет все время уменьшаться и уменьшаться. А коммуникация – это главный паразит производительности труда. Если кто-то не согласен, с ней коммуницирует. Компьютерные игры – это паразит, равный вашему системному администратору, который разрешает это делать, или системе безопасности, которая разрешает приносить некорпоративные устройства. Но это можно легко обрезать. В отличие от коммуникации, когда люди пытаются друг другу поговорить, искать друг друга, звонить кому-то, еще что-то. Но главная проблема всех вообще процессов, и в стране у нас особенно она явная, это недоверие. Почему возникает процесс согласования вообще любой? Из-за недоверия, из-за недоверия, неуверенности в компетенции предыдущего звена. И недоверие, как ни странно, является основным ключом к прогрессу. Если оно превращается в доверие, я покажу дальше, и на своем опыте внедрения подобных систем, как я это уже доказал, и даже высчитал в конкретные проценты, что дает большее доверие к людям. Значит, покажу. Ну, скорость передачи данных. Понятно, что на сегодняшний момент весь процесс передачи данных движется либо к нейроинтерфейсам, либо к интернету вещей 5G. Хотя интернет вещей 5G ничего нового нет. Он был еще и в 90-х годах, можно было его назвать интернетом вещей. Единственное, что пока у нас останется, это все действия, связанные с творчеством. Пока что ни компьютерами, ни алгоритмами мы не готовы заменить творческие процессы. И человек в этом деле сильнее. Безусловно, он будет десятилетия еще или пару десятилетий конкурировать с машинами и алгоритмами за то, кто лучше и больше и эффективнее что-то сделает. Поэтому творческие специальности пока выживут. Как провести цифровую трансформацию? Сейчас будет несколько слайдов, как большая часть из людей действует, когда хочет что-то улучшить, слыша цифровая трансформация, давайте перейдем. Собирают совещание, думают, как это делать. Либо много сталкивался с тем, что большие компании, российские железные дороги или еще кто-то, вместо того, чтобы прийти на совещание нашего, найти много маленьких отраслевых решений и попробовать их поженить. То есть обращаются к консалтиковым компаниям, которые уже пытаются это найти со своей маржой, но ничего в основном не получается из этого, кроме отмысия денег. Или это тоже очень популярная тема, если IT-директор, он все придумает. Это вот путь, по которому у нас идет администрация области города, ну и все администрации, в принципе, идут. Ну это путь, по которому идем мы. Значит, давайте пойдем немножко дальше и поймем, о чем вообще речь идет. Значит, сама по себе система EVA, сейчас она называется EVA, раньше она у меня называлась «Че системой», потому что изначально была придумана, как замена меня. То есть я был учредителем и директором предприятий, который все время пытался автоматизировать, а потому что я ленивый человек очень, я пытался все сделать так, чтобы моего участия вообще не надо было нигде, не принять никаких решений. Меня интересовало стандартные вопросы учредителю, что у нас по деньгам, что с абонентами, насколько рост, ну там, ключевые вопросы только меня волновали. Я подумал, пошел от этих задач и начал смотреть, что надо для того, чтобы принять решение или дать мне эти данные, минуя все этапы людей, которых мне надо вызвать, а они вызовут своих подчиненных, а те соберут отчеты. И в итоге это выльется в какие-то данные. Ну, значит, в итоге «Че система» оказалась неприглядным названием, я назвал ее «Ева», и это вылилось в то, что на сегодняшний момент представляет из себя 14 виртуальных систем, которые полностью контролируют и физически людей, и машинный механизм, стоящий на заводе. То есть, а в данный момент я рассказываю случаи про внедрение этой системы полностью на заводе «Вампирис», который здесь на Агудово стоит, завод «Коломогоцикла». Значит, в данный момент, в этом году мы начинаем производство всего оборудования по закону «Вировой», то есть, система хранения данных, локализованного сервера Huawei. До этого производили светильники, светодиодные и прочую там продукцию субконтрактную. Эти 14 систем собирают все данные, отдают в центр, в центральную базу данных, которая на базе алгоритмов принимает все управленческие решения. Постановка задач, переброска с одной таблицы в другую. Фактически мы заменили всех управленцев на предприятии на алгоритмы. Как это работает? Давайте посмотрим к примеру. Проблема согласования, как я уже сказал, превращается в отсутствие согласования, потому что задача, которая должна была прийти на согласование, она уже однозначно гарантирована для того, чтобы быть исполнена. Все уровни проверки ее пройдены, потому что использовались шаблонные решения, шаблонные документы, их не надо было изменять, согласовывать, но ни с кем ничего не меняли. Нет повода не доверять тем процессам, которые создала система. Ну, как я уже говорил, количество данных превращается, количество документов превращается просто в данные, и нет смысла их хранить в таком объеме. Хотя, ну, законодательство у нас отстает, как бы, хочется, чтобы мы что-то хранили. Бухгалтерия, финансовый учет и так далее превращается всего лишь в набор алгоритмов, потому что что такое вообще бухгалтерский учет? У всех это какая-то катастрофа понять, что это такое, но на самом деле это всего лишь переставить цифры с одного счета на другой при входящей или исходящей операции. Это достаточно тупая вещь, две таблицы по операциям, которые делают бухгалтеры, вспоминая, как это делается, либо это делают две таблицы алгоритмов, сравнивая какие-либо значения либо при возникновении того или иного события. Значит, выдача заданий. Задания изначально выдаются с проверкой на их исполнимость, на возможность осуществления работы на данном там станке или там данной машине, в зависимости от того, какую роль представляет человек. и они полностью объясняются. На предприятии у нас обеспечено полное снижение квалификации персонала первичного. То есть мы убили не только коммуникацию, мы убили необходимость поиска квалифицированного персонала и необходимость опыта у любого персонала, который приходит к нам на работу. К примеру, человек, которого мы допускаем для работы на станке стоимостью полтора миллиона евро, мы можем взять абсолютно деревенского, не знающего ничего человека, но в функции его включается то, что он умеет включать станок, выключать станок, сообщать о том, что если появилась какая-то ошибка, которую он не знает, значит, в этом случае станок выводится из производства, и загружать программу в станок. Загрузить не ту программу он не может, потому что ему на флешку всегда записывается только одна программа, которую сейчас надо делать. Таким образом, нам не нужен человек, который там 10 лет образовывался. Система оценит ресурсов, это понятно. Это основной принцип, который здесь есть. У нас есть множество ролей, начиная от водителя, кладовщика, производственника, менеджера, закупщика и так далее и тому подобное. И каждый человек может выполнить как одну роль, так много ролей, сколько он захочет. Он может быть одновременно водителем, работать на станке, или кладовщиком и производственником, или водителем, логистом и закупщиком. Он сам выбирает роль, и сам набирает себе зарплату и доплату, который он получит за это. При этом начисление всей зарплаты ведет тоже систему. Мы не вмешиваемся абсолютно. Выдается задание. Люди, которые способны его выполнять, кто первый нажал, тот не начал его делать. В зависимости от того, как он сделал, ему начисляется заработной платы. Ну вот здесь вот я обещал остановиться на этом. Проценты в маленьких треугольничках обозначают то, что я считаю полностью обоснованный рост производительности. Из интересных примеров, самых спорных, может быть, для многих в зале сидящих, у нас есть свободный график посещения работы. Человек может вчера бухнуть, а сегодня проснуться, сказать, что-то не хочу на работу идти, и в телефоне у себя поставить, я сегодня не приду на работу просто. Никому не звоня, не писать заявление, ничего. А потом там в воскресенье сказать, ну в воскресенье хочу прийти там подработать, дополнительно заработать. Что-то ставить в воскресенье, приходится, чтобы завод работать в два срочных выходных, это возможно. И тем самым он сам начисляет это время. И когда мы объявляли этот свободный график, что теперь любой может сегодня захотеть и не прийти, а поскольку у них у основного производства смены два через два, то отменив всего две смены, они получают шесть дней отпуска, не написав заявление на отпуск. Халява. И благодаря этому мы получили, все думают, что если так сделать, то в один прекрасный момент все скажут, не хочу сегодня киня работу и не приду. Но на самом деле эффект мы получили обратный, что люди начали больше ходить на работу и больше смен отрабатывать, чем базово мы от них хотим. Тем самым получая коэффициенты начисления на зарплату, то есть так бы они получали, условно говоря, 35 тысяч, а отработав плюс две смены, они уже получили 38 тысяч. Время у меня подходит к концу, к сожалению. Основной слайд, который вы получаете, внедряя эту систему, пожалуйста, то, что поскольку управленцы не нужны, основной директор, который выполняет административную функцию контроля системы, в основном занимается стратегией, учредитель вообще отдыхает и только получает данные ответы на чё. Сама система, любое предприятие, любое предприятие, которое захочет её внедрить, мы не спрашиваем у него, как вы хотите, чтобы у вас было. В отличие от прочих подходов, комплексной автоматизации, которые есть на рынке, мы приходим и говорим, нам всё равно, как вы хотите. Если хотите, чтобы был такой же эффект, как у нас, мы сами расскажем, сами сделаем все документы от начала до конца, все процессы, всю структуру, значит, всё полностью переделаем, наложим на это IT-инфраструктуру, после IT-инфраструктуры наложим софтовые решения, причём с использованием открытых технологий либо прикладных множества чужих решений, которые мы объединяем в одну кучу, и тем самым добьёмся эффекта. Извиняюсь, Леб. Хорошо, спасибо. Я готов ответить на вопросы. Если кто-то хочет потом со мной пообщаться, ну, это вот пример интерфейса на телефоне, как он там у андроид у каждого человека, значит, это стандарт этап реализации проекта. Замечательный провокационный доклад для реального сектора экономики, для руководителей, акционеров. Пожалуйста, вопросы. Работники нужны до тех пор, пока они не роботизируются полностью. То есть на сегодняшний момент всё равно есть направление деятельности, которое невыгодно автоматизировать с точки зрения машинный механизм. Либо невыгодно, либо невозможно. Ну, к примеру, приведу пример, что когда у вас деятельность нестандартизирована каждый день, то есть вообще, что такое бизнес в общем понимании? Давайте разберёмся. Бизнес – это набор циклических взаимосвязанных процессов, целью которого получается надбавленная стоимость, которую можно трансформировать в виртуальную собственность, деньги, всё что угодно. Если вы эти процессы меняете каждый день, тогда роботизация вам не применена. То есть вы можете роботизировать биороботов, как делаем мы, а обычных роботов механических лучше не стоит, потому что они привязаны к месту. Они ещё не умеют ездить по всему цеху, выбирать то, что надо. Машинное зрение не настолько развитое. Ну и всё это очень дорого, конечно. Дороже намного, чем платить зарплату. Спасибо. Пожалуйста. Добрый день. Меня Виктор зовут. Лев, я у вас был на заводе, как вы в экскурсии показывали. Значит, мне два вопроса. Значит, первое, до конца я не понял. То есть у вас нету ни бухгалтеров, ни финансистов, ни юристов, ни людей, которые занимаются закупками, да? Юристов нет. Закупками занимается мой помощник где-то час-полтора в день. Бухгалтер есть. На сегодняшний момент бухгалтер есть. Ещё есть, да? Да. К сожалению, российское законодательство оставляет ещё кучу всякого ненужного, ненужной деятельности, которая требуется воспроизводить бухгалтеру, такие как налоговая отчётность, контроль подачи заявлений куда-то, поскольку полная интеграция с системами налогообложения и так далее на сегодняшний момент либо сложна, либо невозможна. Ну, нет смысла её проводить, если достаточно просто бухгалтеру. Но он один. И такой технический вопрос. Есть ли у вас контроль по видеоизображению непосредственно, например, ну, на каким-то рабочем местом стоит камера, да, и человек делает какие-то операции, и это фиксируется, ну, отправляется там, условно говоря, он там производит тот или это? У нас есть несколько слоёв видеокамер. Один слой видеокамеры обеспечивает безопасность всего здания и периметра вокруг. То есть это двери, там, ключевые места какие-то и так далее. А второй слой это производственный. Мы его сделали для того, чтобы в ближайшее время там через сайт выбросить клиентам, которые у нас субконтрактные работы заказывают, да, видеоряд, как делается их продукция на каждом месте станков. Спасибо. Движение нам распознавать ни к чему и делать выводы на эту тему нам ни к чему. Но мы, конечно, можем это делать. То есть как бы там распознавать лица и всё остальное как бы это в перспективе, но у нас достаточно пока биометрии по пальцу во всем контроле. Спасибо большое, Лиз.